Встретились как-то американец, русский и армянин. Зашел у них разговор о женщинах. Американец говорит, у меня было столько женщин, сколько листьев на дереве. Русский, это что? Вот у меня было столько женщин, сколько звезд на небе. Армянин, крупа манка знаешь, сеннышков. Мент утром возвращается с дежурства, только разделся, чтобы лечь спать, как жена из спальни кричит. Милый, сбегай в ларек за пивком. Мент, ругаясь, снова влезает в форму и идет в ларек. А там продавец спрашивает его, тебя что, с ментуры поперли? А с чего ты это взял? Да с чего, с чего, на тебе форма пожарника, вот с чего. Один мужичок очень хорошо так выпил и идет домой. Заходит в подъезд и звонит в квартиру на первом этаже. Ему открывает женщина, а он еле-еле ворочая языком спрашивает, простите, а я здесь живу. Женщина отвечает, нет гражданин, вы здесь не живете. Он разворачивается и уходит. Где-то через час он снова заходит в подъезд, звонит в квартиру. Ему открывает та же женщина. Он шатает, спрашивает, скажите, это моя квартира? Женщина отвечает, нет гражданин, вы здесь не живете. Мужик снова уходит. А через какое-то время он опять заходит в подъезд, звонит в квартиру. Та же женщина открывает дверь, стоит тот же мужик и спрашивает, скажите, я здесь живу. Женщина уже не выдерживает и повышенным тоном говорит ему, мужчина, я уже вам который раз говорю, что вы здесь не живете. Мужик так смотрит на нее и с грустью в голосе. Так что же это получается, что ты везде живешь, а я нигде? Мужа остановили гаишники за превышение, а он им говорит, мужики, извините, тороплюсь домой. Сосед сказал, что моя жена любовника привела. Его тут же отпустили, даже документы не проверили. Аналогичная ситуация происходит со мной. Остановили за превышение, вспомнила байку мужа и говорю, отпустите, пожалуйста, я домой тороплюсь. Соседка сказала, что мой муж любовницу привел. Так эти сволочи и документы проверили, и страховку, и тонировку стекол замерили, и огнетушителем подавай, и полный досмотр автомобиля с понятыми устроили. Три часа протокол на штраф заполняли. Вот она, гребаная мужская солидарность. Вопросик. Если моя немецкая овчарка имеет все документы, я как хозяин могу получить гражданство Германии? Пьяный ползет домой. Тут слышит кукушка. Ку-ку, ку-ку. Он и спрашивает у нее. Ку-кушка, ку-кушка, скажи, а сколько мне жить осталось? Тут голос жены с балкона. Семь секунд, скотина, пока я не спустилась. Восхищаюсь одной своей знакомой. Вот это верность. Четвертый раз замужем, а любовник все тот же. Год назад заявился в банк в черной маске. Схватили, сорвали маску, дали люлей, сдали в полицию, оштрафовали. Сегодня пришел тот же банк, но уже без маски. Схватили, надели маску, дали люлей, сдали в полицию, оштрафовали. Ну вот хрен поймешь эти банки, как они работают. Кум мне на днюху подарил кружку с голой бабой. Жена психует, орет, кружку разбила, бабу выгнала. Главврач дает задание интерну провести осмотр больных и уходит. Вечером возвращается и интересуется. Ну и как у вас прошел осмотр больных? Ну пришел первый пациент, страдал от поноса. Я по принципу клин клином вышибают, дал ему слабительного. Сначала он быстро побежал, зажав зад, а потом бахнул рукой и просто пошел. Наверное помогло. Потом пришел второй на костылях, я ему тоже дал слабительного. Этому уж точно помогло. Из чего вы это взяли? Так он костыли кинул и бегом побежал. Затем пришел третий с кашлем, соответственно ему тоже дал слабительное. Ну и что? Ну что что? Вон он в углу сидит, уже второй час кашлянуть боится. Объявление в подъезде. Уважаемая соседка седьмого этажа, перестаньте так кричать, когда занимаетесь любовью. Я была с вашим мужем, ничего особенного в нем нет. Мать спрашивает у дочери. Доченька, а чем вы сегодня в садике занимались? Маму рисовали. Так вы вроде бы вчера маму рисовали. Ну да, мы каждый день маму рисуем. Воспитательница нам всегда говорит, всем сидеть тихо и рисовать, мать вашу. Стоит мужик перед зеркалом, весь из себя такой важный, нарядный, в костюме, в галстуке. На часах 23.02, а он стоит, прихорашивается. Жена интересуется. Коля, а ты куда это собрался? Мужик с олимпийским спокойствием отвечает. На рыбалку, Люся, на рыбалочку. Дверь за мной не забудь закрыть. Жена молча прошла в комнату, а через 20 минут, когда муж уже собрался уходить, выходит шикарное, с макияжем, вечернем платье с обнаженными плечами. Охреневший муж спрашивает. Люсенька, а куда это ты собралась на ночь глядя, да еще в таком виде? Жена невозбудимо отвечает. Как куда? К маме в село, картошку сажать. На день учителя Вовочка втихаря снял видео, благодаря которому закончил школу с золотой медалью. Сегодня, став на весы, Светлана поняла, что привести себя в форму к пляжному сезону можно только одним способом. Это идти на юг пешком, желательно выпадами, а спать исключительно в планке. Дима, как ты мог переспать с Тамарой? Она же страшная. Да, но она еще и сильная. В Советском Союзе пультом от телевизора был самый младший в семье. Четыре женщины возвращаются с курорта. Одна и говорит, приеду домой и все расскажу мужу. Вторая. Ну и смелая же ты баба. Третья. Ну и глупая. Четвертая про себя. Ну и память. В автобусе едут две женщины. Одна спрашивает, ну как подруга выходные прошли? Ой, и не спрашивай. Мы с моим все выходные напролет. И стоя, и сидя, и лежа, и по собачьи, и на корточках, и как только не было. Весь салон с интересом начинает медленно оборачиваться, чтобы посмотреть на рассказчицу. Она такая, ну все-таки за выходные картошку выкопали всю. Когда двери уже закрывались, в электричку вскочила девушка, держа в руках симпатичные трусики. Где дают, сполошились женщины. Сама давала. Просто не успела надеть. Прохожу медосмотр. Осталось пройти терапевта. Врач-бабушка, божий одуванчик пенсионного возраста, спрашивает. Ну и что вас беспокоит, молодой человек? Ну я и отвечаю. Да ничего. Планирую прожить еще лет 100-150. Вы, молодой человек, большой оптимист. Но если проживете столько лет, то я вам первая пожму руку. В мужской компании все веселятся, пьют. Только один грустит. Они спрашивают у него. Леха, ты чего грустишь? Да, у жены спид обнаружили. Мужики все до речи потеряли. А он такой. А что это вы все так побледнели? Я вообще-то пошутил. В детстве мама всегда отдавала мне сдачу. И я клал ее в копилку. Но однажды мама нашла эту копилку и спросила, зачем я собираю деньги. Я сказал, что хочу купить ей шубу, которую папа отказался ей покупать. Мама расплакалась. И через три дня купила мне велик, на который я, кстати, и собирал. Как говорят мои друзья, талант в мандеть был у меня с детства. Уборщица тетя Клаве, у которой была привычка мыть полы в мужской раздевалке, со словами, ой, да чего я там не видела. Спортсмен из Африки показал, насколько она в этом заблуждалась. Один приятель спрашивает у другого. Саня, а ты чего до сих пор не женился? Да я кого не приведу матери, ни одна моя девушка не нравится. Ну так приведи девушку, похожую на нее. Все, ага, раз привел, так батя ее даже на порог не пустил. Мать говорит дочери. Дочка, и чем ты только думала, когда ложилась с ним в постель? Мама, а вот чем ты меня рожала, тем и думала. Когда стрела Ивана Царевича попала в лапы лягушки, он понял. Будешь бросать палки куда попало, то жениться придется на какой-нибудь жабе. Дорогой, а ты купил мне подарок на 8 марта? Конечно, дорогая. А он мне понравится? Ну, если не понравится, отдашь его мне. Я о таком спиннинге уже давно мечтал. Написала записку и повесила на холодильник. С завтрашнего дня не жрать. Каждое утро читаю и думаю, хорошо, что с завтрашнего, а не с сегодняшнего. Дома, мать. Иди мой руки и садись за стол, старпер. Мама, сколько раз тебе повторять? Я не старпер, а стартапер. Доктор, назначая Сергею Петровичу пропить железо, не думал, что тот его поймет буквально. Теперь у Сергея Петровича нет ни машины, ни гаража. Мама, уводя сына от стоматолога, говорит. Сынок, что надо тете сказать? Малой сквозь слезы. Сука! Одна подруга говорит другой. Знаешь, Ирка, я прочитала столько плохого о влиянии алкоголя на человека. Короче, надо с этим завязывать. С чем завязывать? С выпивкой? Ты что, дура, с чтением! Друзья, мы живем в очень непростое время. И сейчас следует быть предельно внимательным при переходе дороги. Учтите, что дети, которые выросли на GTA и Need for Speed, уже получают водительские права. По вечерам он стоял возле ее дома и кидал в окно мелкие камешки, в надежде на то, что рано или поздно она выглянет. И вот тогда можно будет запустить камень побольше. Идут два мужика, а впереди две женщины. Один другому и говорит. Смотри, вон слева моя жена, а справа это моя любовница. И должен тебе сказать, очень неплохая любовница. Такие вещи вытворяет. А второй говорит. Да нет же. Справа моя жена, а слева это моя любовница. И действительно, баба огонь. Такое в постели делает, что аж дух захватывает. И тут они замирают. Некоторое время оба молчат, таращатся друг на друга, а потом хором. Не, ну скажи, ведь могут же, когда захотят. У дирижера из-за жуткого похмелья сильно дрожали руки. Поэтому в этот вечер зрителям пришлось слушать Моцарта в ремиксе. После корпоратива в телефоне появилась новая запись. Синяя лошадь. Теперь сижу и ломаю голову. Кого это я так? Американец звонит русскому на север. Иван, о ужас, у нас на улице аномальный холод, минус 40. Я стою на остановке и вот-вот замерзну насмерть. Что вы делаете в такой мороз, когда долго нет автобуса? Ну, мужики пиво пьют, дети мороженое едят. И пообещал Бог мужчине, что хороших и послушных жен можно будет найти в любом уголке земли. А потом сделал землю круглой и долго-долго смеялся. Из переписки в соцсетях. Она пишет ему. Мне моя прабабушка рассказывала, что у них в деревне девушки гадали на валенках. Кидали валенок и в кого он попадал, за того девушка и выходила замуж. И вот как-то раз она попала валенком в проезжавшую мимо лошадь и убила ее. Но ее и выдали за хозяина лошади. Блин, а я бы побоялся жениться на девушке, которая броском валенка убивает лошадь. Молодая пара, медовый месяц. Муж спрашивает у жены. Дорогая, а что у нас сегодня на ужин? Рыбный плов с огурцом. Муж в полном недоумении. Чего-чего? Извини, милый, хотела роллы сделать, но не получилось. Папа ест конфету. Рядом крутится маленький сын. Жена ей спрашивает. Что, папа не дает конфету? Муж такой. Не дает мама. А папа не делится. Встречаются двое на том свете. Один синий весь покрытый инеем, а другой розовый здоровый на вид мужик. Синий говорит. Ну ладно, я замерз. А ты от чего коньки откинул? Представляешь, прихожу я домой, а жена лежит в постели голая. Ну, думаю, опять сучка кого-то привела. Все вокруг. Обшарил никого. И так мне хорошо стало. Таким счастливым себя почувствовал. Ну, в общем, сердце и не выдержало. Дурак. Заглянул бы в холодильник. Сейчас оба живы были. Парень девушки. Лен, а знаешь, что на тебе лучше всего будет смотреться? Нет. А что? Я. Я. Ну, что, блин, за жизнь-то такая, а? С утра уже получил звездюлей от жены. За что пострадал? Да ни за что. Жена спросила, что бы я без нее делал, а я просто мечтательно улыбнулся. Люблю возить мужа на машине. Орет всю дорогу, матерится, руками что-то там размахивает. Эмоции просто через край. Зато дома сидит потом тихо-тихо, молчит все время. Радуется, что живой вернулся. Удачные попытки заняться сексом индусы назвали Камасутрой. А неудачные йогой. У космонавтов на станции Мир, летающих уже второй год, спрашивают Земли, что вам прислать с грузовым кораблем. Те и отвечают, женщину пришлите, любую, надувную, пластиковую, резиновую, все равно. Ну, хорошо, отвечают Земли. Через какое-то время прилетает грузовой корабль, космонавты начинают усиленно его разгружать и на самом дне находят коробку с надписью «Жидкая женщина». Долго крутят ее в руках, потом открывают, достают оттуда какой-то, как зубная паста, маленький тюбик, а к нему инструкция – выдавить 2-3 грамма жидкой женщины на ладонь и втирать в свое хозяйство до полного удовлетворения.